Дорогие друзья, я психолог Ирина Славьёва, специалист в телесно-ориентированной психотерапии, автор книг, в том числе книги «Тело как источник силы». Это одноимённый видеопроект, и сегодня мы с вами поговорим о достоинстве. У каждого человека есть достоинство, как гордость, в идеале здоровая самооценка, то есть это самопринятие, ощущение своей ценности, самоуважение. Но в истории человека достоинство могло быть раненым. И редко это бывает ещё в детстве, когда ребёнок сталкивается с несправедливой критикой, с унижением, и ребёнок тогда решает, что с ним что-то не так. Но если с ребёнком взрослый обращается некорректно, то, конечно, причина здесь во взрослых. К сожалению, иногда бывает так, что ребёнок становится как бы громоотводом для напряжения в семье, то есть для разрядки. Ну, предположим, мама приходит с работы в плохом настроении, у неё нелюбимая работа, час пик, поссорилась с мужем, у неё там ещё домашнее хозяйство, что-то нужно делать, и у неё внутри очень много агрессии и напряжения. И тут маленький ребёнок, такой шумный, и дети, конечно, часто могут давать какие-то поводы для того, чтобы на них разозлиться, и тогда мама может на ребёнке сорваться и наговорить ему обидные слова. И ребёнок не понимает, в чём дело, что причина не в нём, а в том состоянии, которое у мамы, и воспринимает всё на свой счёт. За свой более чем 20-летний опыт работы я слышала очень разные истории, в том числе я работаю с детьми из алкогольных семей, и, конечно, в некоторых случаях родители ведут себя очень жестоко к отношению к детям, но, к сожалению, бывает и так, и достоинство ребёнка очень сильно ранится. Но также бывают и противоположные ситуации, когда ребёнка перехваливают. Есть такой термин в психоанализе, называется «ребёнок как нарциссическое расширение». То есть это значит, что родители используют ребёнка для того, чтобы поднять собственную самооценку. И в этом случае ребёнок получает такое противоречивое послание. То есть, с одной стороны, ему говорят очень хорошие вещи, какой он классный, замечательный, супер, гениальный, талантливый, будущая звезда. Но, с другой стороны, в этом нет любви к ребёнку, а есть собственные амбиции родителя. Видите, в мультсериале «Симпсоны» есть такой эпизод, когда Гомер Симпсон, отец семейства, говорит своему сыну Барду, а давай ты станешь великим баскетболистом, чтобы я тогда стал отцом великого баскетболиста. И вот некоторые родители ведут себя таким образом, исходя из собственных навышенных амбиций, они перехваливают ребёнка и формируют завышенную самооценку. Завышенная самооценка для ребёнка может быть приятной какое-то время в детстве, потому что он верит в свою исключительность, гениальность, то, что в будущем будет супер-мега-звезда и всё прекрасно, но потом реальность идёт своим ходом, и если у человека завышенная планка притязаний, то рано или поздно его амбиции разбиваются о реальность. И это очень больно, то есть чем выше ты поднимаешься в своих амбициях, тем больнее потом падать. Есть такой архетип «Вавилонская башня». Помните библейский миф, библейская история о том, что люди из своей гордыни хотели приблизиться к Богу по своему статусу и построить башню до небес, вавилонскую башню, но в итоге она рухнула. Вот то же самое происходит с человеком. Если у него завышенная самооценка, он рано или поздно может упасть. Давайте я приду пример из фильма, фильм, который для многих любим, но я этот фильм очень люблю, называется «Лицо со шрамом», там они из моих любимых актеров Альт Ватчина играют. Помните, по сюжету бедный мигрант, кубинец, который поднимается наверх в иерархии, но в криминальном мире, что он стремится к успеху, к деньгам любой ценой, идет в криминал, и он живет в таком роскошном, вульгарном особняке, знаете, где вот все такое вульгарное, золотое, сверкающее. И он получает в конце фильма пулю и прямо с высоты, с верхнего этажа падает вниз в свой бассейн, лицом вниз, и вот по иронии судьбы там у бассейна надпись «Мир у твоих ног». То есть мы видим, как герой, он стремился, вот как люди, которые строили Вавилонскую башню, к вершине, и его гордыня привела его к падению. И сейчас вам расскажу про технику, которая помогает вернуться к здоровому чувству, собственно, достоинства. Ну, для кого-то вернуться, для кого-то сформировать с нуля, в зависимости от детской истории. Это техника, которая хорошо помогает людям и с раненым достоинством, и с заниженной самооценкой, и людям с завышенной самооценкой. Это помогает найти баланс. У нас есть в теле центр, который связан с чувством достоинства. Это центр грудной клетки. Можно положить сюда руки, удобно сесть, прикрыть глаза. И в этой практике медитации вы будете представлять, что там находится жемчужина. Есть такой феномен, все жемчужины в мире уникальны, индивидуальны. Нет, жемчужин абсолютно идентичны. Вот сколько сейчас на планете 8 миллиардов человек, все очень разные. Даже многозекотные близнецы, которые по генетическому набору одинаковые. Любая мама скажет, что на самом деле внутренне они очень разные. Представляете в своей грудной клетке эту жемчужину, любуйтесь ей. Если в образе вам покажется, что она с какими-то трещинками, ранками, щерпенками, то бессознательная вам напоминает как раз и ситуация, когда ваше достоинство пострадало. И силой активного выражения, пожалуйста, исцелите вашу жемчужинку, позаботьтесь о ней, чтобы с вашей жемчужинкой все было хорошо. Делайте эту практику 10-15 минут, можно ее повторять, и отследите, как менялось ваше состояние. Сделайте эту практику в несколько раз. Вот на глубинном архетипическом уровне жемчужина является символом нашей самости. И помещая в силу активного воображения этот символ в центр нашего достоинства символических, мы тем самым помогаем себе на бессознательном уровне ощутить свое достоинство и исцелиться. Желаю вам добра. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok